Давайте теперь рассмотрим несколько часто использующихся функций, которые будут не раз появляться у нас при оценке времени работы алгоритмов. Итак, первая функция логарифм n, следующая функция корень из n, следующая функция n, следующая функция n лог n, потом n в квадрате и потом 2 в n. Они здесь упорядочены как раз по скорости роста. То есть лог n растет медленнее всех, потом идет корень из n, потом n, потом n лог n, потом n в квадрате и потом 2 в n. То есть первое неравенство просто потому, что логарифм растет медленнее, чем многочлен. Второе неравенство говорит нам, что n в степени 1 2 растет медленнее, чем n. Третье неравенство просто нам говорит, что логарифм это растущая функция. То есть чтобы сравнить n и n лог n, n можно сократить, тогда нам надо будет сравнивать единицу и лог n. Лог n, конечно, растет быстрее, это неограниченная функция. Следующее, нам надо сравнить n лог n и n в квадрате, но опять-таки n можно сократить. Получится, что нам надо сравнить лог n и n n растет быстрее, чем лог n Любой многочлен растет быстрее, чем любой полилогарифм Наконец, 2 в n растет быстрее, чем n в квадрате Поскольку 2 в n это экспоненты, а n в квадрате многочлен Давайте посмотрим на график этих шести функций Вот так выглядит уже при маленьких n Видно, что лог n растет как-то медленно За ним идет корень из n, потом идет n, потом идет n лог n Но вот что происходит с n в квадрате и 2 в n непонятно Они тут как-то пересекаются и идут довольно близко друг к другу при маленьких n Давайте тогда уменьшим ось, сожмем ось y и посмотрим, что же там происходит Ну, видно, что 2 в n действительно довольно быстро обгоняет n в квадрате Ну и понятно, что растет она вообще очень быстро То есть алгоритм со временем работы 2 в n становится непрактичным уже при очень маленьких значениях n Ну и понятно, что растет она очень быстро обгоняет н в квадрате Ну и понятно, что растет она очень быстро обгоняет н в квадрате